Привет, с вами Дизель, я еще не успел снять и рассказать про обновление MIUI 8.5.3.0, который вышел для MI5, как тут же прилетело для Redmi 4X, обновочка 8.5.2.0, стабильная, то бишь глобальная стабильная. Смотрим, что у нас здесь нового. Option for hiding the content and notification on lock screen, то есть здесь у нас Android мы видим, Mommy Yet, это скорее всего Marshmallow, то есть нуга пока не прилетела. Manage AutoStart for multiple system apps, то есть теперь вы можете проверять автозапуском системных приложений. Дальше, оптимизация, используйте поиск для выбора вашей временной зоны. Зачем? Непонятно. Дальше здесь lock screen status bar notification, оптимизация option for never requiring the lock screen password. Опция никогда не запрашивать на локскрине пароль, что ли, как-то фикс и notification share did not appear after swiping down in some cases, то есть шторка notification иногда не появлялась, когда ты делал свайп вниз. Экран иногда не загорелся, когда получал ты сообщение о верификации, что-то такое. Lock screen notifications were blank in some cases. Lock screen notification, то есть шторка локскрина была иногда пустая при уведомлениях. Дальше, исправили. Low battery prompt didn't disappear from the lock screen after the device was charged. То есть когда на заблокированном экране, короче, не отображалась информация о заряжаемом или заряженном устройстве. Скорее всего, заряженном. Count connect to personal hotspot if it was turned on notification. Не мог присоединиться к персональной точке доступа через нотификацию, через шторку нотификации. Дальше, домашний экран. Оптимизация. Third party up accounts. Да, то есть у нас теперь иконки будут, видимо, более оптимизированы. Оптимизация. Open the weather up using the weather clock widget. Ага, то есть теперь у нас, я так понимаю, здесь вот можно будет, да, начинается тут открывать, например, погоду. Проблема с позицией иконки after restoring home screen layout frame. Да, то есть теперь у нас из ми-клауда будет копия достаточно четко подтягиваться и восстанавливать позицию иконок. Поиск с настройкой, точнее оптимизацией. Use search to select your time zone. Я уже говорил, security manage auto. Ладно, давайте перезагрузим. Заряд должен быть 30% акта, черт возьми. Ладно, в общем, мы сейчас зарядим быстренько и посмотрим, что это за обновочка такая, потому что новое обновление весит 376 мегабайт. Это в частности для Redmi 4X. Когда уже Android 7 сюда прилетит? Ждем. Спустя, наверное, час он обновился и наконец-то здесь теперь 8.5.2.0. Причем не 3.0, как на Mi 5. Ну и что можно посмотреть по первым впечатлениям? Да, собственно говоря, ничего. То есть все здесь изменилось под капотом, как говорится. То есть какие-то баги поубирали, какие-то баги наверняка появились. Ну, система вот подергивается и все такое. Смотрим, что у нас здесь. В LTE также доступен, так что с этим проблем нет. Она стабильно, кстати, всегда есть в LTE. Настройках камеры что-нибудь может быть изменилось, не знаю. Но, скорее всего, ничего не поменялось. И здесь, кстати, когда-то... А, ну да, здесь же у нас нет 4К. Что я несу? Все круто. В общем, вот такое вот изменение прошивки. В твиттере, опять же, напишу о том, как она работает, поэтому подписывайтесь на него и не пропустите видосы в понедельник, потому что в понедельник будет интересное видео. Соответственно, если подписаны на канал, то все сами увидите. Ну, а с вами был Deezer MIUI 8.5 на Redmi 4X. Посмотрим, что будет на Mi 5 уже совсем скоро. До новых встреч. Пока!